Привет друзья, с вами канал Учимся отдыхать вместе. Мы продолжаем знакомство с Кубой и сегодня поговорим о провинции Сантьяго де Куба. Если вы новичок на нашем канале и не подписаны, подписывайтесь и жмите на колокольчик, у нас много интересного. Начинаем мы с географии и смотрим на карту. Сантьяго де Куба это провинция в республике Куба, расположенная на юго-востоке острова. На севере она граничит с провинцией Ольгин, на юге с Карибским морем, на западе с провинции Гранма, а на востоке с провинции Гуантанамо. Площадь провинции 6234 километра, а население провинции порядка 1,5 млн человек. Административный центр провинции город Сантьяго де Куба. Провинция делится на 9 муниципалитетов, вы их сейчас видите на экране. В провинции есть международный аэропорт имени Антонио Массео, который расположен в 7 километрах от центра города Сантьяго де Куба. Аэропорт назван в честь героя генерала Антонио Массео, который боролся за независимость Кубы от Испании. Аэропорт предназначен для гражданского использования, совершает рейсы как международные, так и внутренние. Однако совершить вылет в другие страны можно не более 20 раз в неделю. Это объясняется тем, что взлетно-посадочная полоса, длина которой составляет 2580 метров, недостаточно хорошо предназначена для огромных реактивных самолетов. Теперь давайте поговорим в целом о провинции Сантьяго де Куба. Провинция Сантьяго де Куба – вторая по численности населения провинции на острове Куба после Гаваны. Основной ее географической особенностью являются горы Сьерра-Маэстро, которые цепочкой тянутся через всю провинцию к заливу Гуака-Наяба на восток от Сантьяго де Куба. Самая высокая точка на Кубе – это пик Туркино, является частью этого горного хребта. Провинция входит в красочный и уникальный юго-восточный регион острова и является одной из первых территорий, освоенных испанскими поселенцами в начале XVI века. Сантьяго де Куба считалась главным портом Кубы до XVII века. Провинция больше всего славится своей историей бунтарства. Город Сантьяго де Куба – столица провинции, второй по величине город Куба, известен как колыбель революции, благодаря своей роли в свержении режима Батисты. Карнавал в Сантьяго де Куба также привлечет в эту провинцию множество туристов. Этот фестиваль по праву считается самым ярким и ауентиентичным кубинским праздником. Кстати, если вы не знали, то в Санкт-Петербурге существует улица, имеющая название Сантьяго де Куба. Особого внимания заслуживает еще парк Баканау, площадь которого в 800 квадратных километров. Он был объявлен ЮНЕСКО биосферным заповедником. Национальный парк расположен на южном побережье острова, к востоку от города Сантьяго де Куба, между побережьем Карибского моря и горами Сьерра-Маэстро. Помимо 1800 видов эндемической флоры, здесь также есть множество видов летучих мышей и пауков, которые находятся под угрозой исчезновения. Среди наиболее известных туристических достопримечательностей парка это доисторическая долина. На 11 гектарах парка среди пышной растительности установлены 200 скульптур динозавров, диплодоков, трицератопсов и других доисторических животных в натуральную величину. Здесь же можно увидеть и скульптурные композиции, тоже в натуральную величину, изображающие сцены охоты и рыбной ловли первобытных людей. Посетители парка Баканау могут также побывать в музее наземного транспорта, в саду кактусов, в аквариуме и дельфинарии Баканау, совершить прогулку вдоль берега лагуны Баканау и понаблюдать за птицами, которые здесь гнездятся. Теперь давайте рассмотрим несколько городов, которые заслуживают внимания туристов в этой провинции и начнем со столицы. Сантьяго де Куба – второй по важности и численности город на Кубе. До 1556 года он был столицей острова. Жители Сантьяго де Куба являются в основном мулаты, потомки испанцев, французов с Гаити и большое количество африканцев, чья жизнь невозможна без музыки и танцев. Вторая столица Кубы может удивить туристов количеством достопримечательностей. Здесь много интересных музеев, включая музей Эмилио Бакарди, кафедральный собор, замок Моро и другие. Сантьяго де Куба называют колыбелью революции. Именно здесь Фидель Кастро начал борьбу против диктатора Батисты, совершив нападение на казармы Манкада. Здесь, в Сантьяго, в 1838 году Факундо Бакарди начал производство своего знаменитого Рома, ставшего впоследствии не менее знаменитой маркой Хавана Клаб. В Сантьяго де Куба находится и музей по карте, но экспозиции его посвящена вовсе не истории производства Рома, а археологии, искусству и истории города. Начните знакомство с городом с центральной площади Сантьяго. Парк Соспедис – это бывшая площадь Оруши. Посмотрите кафедральный собор, дом Диего Валаскиса, Канки Скадора – основателя и первого губернатора города. Именно здесь проходит традиционный праздник Фиеста де ла Бандера или праздник флага, считающийся уникальным в своем роде праздником не только на Кубе, но и в мире. Уже более века ежегодно 31 декабря на флагштоке над Старым городским советом поднимается флаг и от того, как он развивается на ветру, предсказывают судьбу народа Сантьяго в наступающем году. Город раскинулся на холмах, и извилистые улицы поднимаются и опускаются, раскрывая перед посетителями уникальные пейзажи. Одна из таких улиц – это Падро Пико, красивая улица Лесни, на ступенях которой любят проводить время жители города, играя в любимое домино или карты. Да и туристы также здесь останавливаются, чтобы отдохнуть во время экскурсий или прогулок. С верхней части улицы открывается круговая панорама города. Еще можно посетить крепость Сан-Педро де ла Рока дель Мора. Крепость является частью оборонительной системы залива Сантьяго и считается величайшим и наиболее ярким примером военной инженерии Европейского Ренессанса, применяемой к условиям Карибского бассейна. Посмотрите кафедральную базилику Девы Марии Успенской. Внутри церкви находится чудотворная деревянная скульптура святой, к ногам которой верующие и паломники по традиции возлагают дары. В 25 километрах от Сантьяго де Куба величественно возвышается на холме церковь Эль Кобра – базилика Пресвятой Девы Милосердия. Для того, чтобы попасть в это святилище, которое открыто 8 сентября 1927 года, нужно подняться по лестнице, образованной из трех групп ступеней, всего их 254. Теперь перебираемся в город Чиверико. К западу от Сантьяго де Куба находится небольшой пляжный живописный городок Чиверико, численностью примерно 15 тысяч человек. Он расположен всего в 75 километрах к западу от города Сантьяго де Куба, предгорье Сьерра Маэстро. Визит в этот город высоко ценится туристами именно потому, что здесь нет ничего напускного или искусственного. Красивые пейзажи Чиверико запомнятся вам горными возвышенностями, плавно спускающимися к побережью Карибского моря. По окрестностям вы можете прогуляться пешком или отдать предпочтение прогулке верхом. Чиверико расположен рядом с горным массивом Сьерра Маэстро. Здесь можно практиковать скалолазание и наблюдать за экзотическими птицами. Теперь поговорим немножко о климате и сезонности. Сантьяго де Куба обладает субтропическим климатом. Город огражден от ветров с моря, поскольку находится внутри окруженного горами залива. Поэтому здесь теплее, чем, например, в Гаване. Курорт многие считают самым жарким на Кубе. Однако здесь нередки северо-восточные пассаты. В летний сезон с мая по октябрь температура воздуха в среднем составляет около 28 градусов, но часто поднимается значительно выше этой отметки. В это время активно идут дожди. Зимой же наступает сухое время, а температура воздуха понижается, правда незначительно, где-то плюс 20-23 градуса. Вода в море также радует своими высокими температурами. Летом она нагревается до 32 градусов. При таких климатических условиях курортный сезон в Сантьяго де Куба длится практически круглый год. Теперь давайте поговорим об отелях. Отели в провинции Сантьяго де Куба приглашают путешественников и предлагают различные варианты размещения в столице и пригородных муниципалитетах. Можно выбрать отель на любой бюджет. Список популярных отелей вы сейчас видите на экране. А мы с вами переходим к пляжам. Во время вашей поездки в Сантьяго де Куба искупайтесь и наслаждайтесь солнцем на одном из пляжей Карибского побережья. Все пляжи этой провинции расположены на Карибском побережье. Мы основные и интересные выделили для вас на карте, которую вы сейчас видите на экране. Более подробно мы поговорим сейчас о некоторых из них и начнем о пляже Калетон Бланко. Пляж расположен в 30 километрах от города Сантьяго де Куба в предгорье Сьерра Маэстро. Калетон Бланко или белый вход окружен красивыми песчаными дюнами. Здесь нет шикарных пляжей, есть лишь небольшие спуски к воде, что только добавляет очарования природным пейзажам. Отсюда открываются великолепные виды на горы Сьерра Маэстро. Прибрежная зона подходит для подводного плавания и дайвинга. На Калетон Бланко, кроме красивых коралловых образований, есть несколько затонувших кораблей, которые принадлежали прославленному флоту под командованием испанского адмирала Паскоэля Севера. Окрестности Калетон Бланко на своей территории соединили море и предгорье, что очень характерно для восточной провинции Кубы. Следующий это пляж поселения Сигуа. Он находится в 18 километрах на восток и весьма популярен у местных жителей. Небольшой прибрежный город Сигуа, к сожалению, остается в тени впечатляющего заповедника Баканау. Но этот пляж, вне сомнения, будет интересен тем, кто хочет познакомиться с природой Кубы и пообщаться с очень открытыми, приветливыми и радушными местными жителями. Следующий пляж это пляж Сибаней. Пляж небольшого прибрежного городка Сибаней с черным песком, окруженный холмами, очень популярен у кубинцев. Красота прибрежного ландшафта пляжа Сибаней, несомненно, сможет покорить воображение даже самого искушенного туриста. Плая Сибаней пользуется огромной популярностью у местных жителей, которые предпочитают проводить свое свободное время в окружении природных красот. Из Сибаней вы также можете легко добраться до национального парка Ла Гран Пьедро. Гран Пьедро в переводе с испанского языка означает «большой камень», огромный природный монолит, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Этот монолит находится на вершине одноименной горы, это высочайшая точка Кубы, на 1235 метрах над уровнем моря. Ученые до сих пор спорят о природе появления исполинской скалы, вдвигая две основные версии – падение метеорита или извержение вулканов. А сами кубенцы, между тем, превратили территорию вокруг горы в национальный парк. Парк Гран Пьедро – это и гора с гигантским камнем, подняться на нее можно по тропе, которая состоит из 452 ступеней. С вершины при хорошей погоде виден остров Гаити и обсерватория с отелем Гран Пьедро. Здесь расположены около 20 бунгалов, можно нанять инструктора по скалолазанию и взять в аренду снаряжение. И изрезанные пешими маршрутами горные гряды, а также уединенные пляжи. Здесь также расположен небольшой ботанический сад с коллекцией нарциссов. Теперь переходим к достопримечательностям. Основные достопримечательности мы вам уже озвучили, вы их уже посмотрели. То, что мы не озвучили, вы сейчас видите отдельным списком на экране. А этот обзор мы заканчиваем. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите их. А на сегодня у нас все. Оставайтесь с нами, впереди у нас еще много всего интересного.